ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 ДУШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Другая ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 и стали ждать. И вот лежим пять минут, духов нет. Десять минут, духов нет. И вдруг произошло следующее. Мы все в крови, грязные, стали шепотом друг у друга на ухо просить прощения. Что, Леха, ты помнишь, я тебя тогда обидел. Ты прости, жить осталось секундой. Или, Сашка, ты помнишь, я у тебя что-то взял и не вернул. И ты прости меня. И вот пока мы, пока у нас шло вот это примитивное покаяние, произошло, следующие духи прошли мимо нас, почти наступив на нас, нас не заметили. Такова сила покаяния, а такова сила прости. И когда вот это происходит в семье и в личных отношениях, тогда по-иному складывается наша жизнь. Мимо проходит та беда, которая происходит где-то и с кем-то. В случае какого-то неповиновения и неприличного отношения друг к другу. Осенью 1987 года командованием была поставлена задача провести операцию по ликвидации известной группы афганских бушманов под названием «Черные аисты». Костяк бандформирования составляли «Бессмертники», физически великолепно подготовленные и обладавшие профессиональной разведвывочкой. Предстояло выбить противника с места постоянной дислокации, нанести ему как можно больший урон и, если удастся, захватить главарей банды. И вот прежде чем взлетела основная группа, туда вышла группа на разведку, и два вертолета были сбиты. Они упали оба воры, нос в хвост, летчики, как могли, навязали противнику бой и стали нас ждать. Мы находились в режиме барражирования и оказались на их месте примерно минут через 20. И вот душманы дали возможность нам сесть. И как только мы приземлились, тут началась стрельба, как мы потом примерно посчитали, 8 бурных квадратных метров. Ходьбы там не получилось никакой. И как потом все рассказывали, что можно было придвигаться только методом пляски. Вот перепрыгивая на одном месте, не задерживаясь и даже двух секунд на одном шаге, взлетел в Майдан, он стал выполнять роль такого маятника, не садясь, чтобы хоть каким-то образом избежать попадания в свой борт. Остальные вертолеты он отогнал в сторону. Мы стали собирать наших ребят, и когда всех погрузили, начали считать, оказалось, что одного нет. Конечно, у каждого человека бывает различное состояние души в этот момент. Некоторые, у двоих там началась истерика, начали кричать, отходим, сейчас нас всех тут перебьют, но, как это правило бывает, это все описано более подробно. И вот здесь произносят то, что произносят Майданов. Абсолютно тихий, спокойный голос в прямом эфире. Или все взлетаем, или все остаемся. Три человека, я, батя, еще один, выпрыгиваем с вертолета и ищем этого парня. Оказалось, что он в нескольких метрах обнял валун Барыгия, его обхватил и дико хохочет, он сошел с ума. Как мы его не пытались оторвать, ничего не получалось. Поэтому его пришлось оглушить, забросить на город. Нас там оказалось 27 человек, высота 3,400. Взлететь по вертолетному не получалось. Поэтому взлетать Майданов принимает решение по самолетному. Влево и вправо отклонения примерно 3 метра, и лопасти касаются уже скалы. И вот здесь произошло такое, дужи перестали стрелять. Они понимали, что мы не уйдем. Потому что разгон примерно был метров 50, и дальше пропасть метров 600. И тут Майданов начинает спокойно набирать разбег. И как только мы на секунду с недолетом до края полосы и вот этого обрыва едва оторвались от этого грунта, вот эта дорожка закончилась. И мы стали в определенной степени где-то около метров, наверное, 50 сваливаться. Пропеллеры, как он потом сказал, видимо, встали в баронку. И там наступил такой момент, что у многих изо рта пошла слюна, кровь, потеря сознания. Но все-таки выровнялись и мы ушли с этого места. И вот за этот подвиг Майданов получил звание Героя России. А те, кто там участвовал, получили ордена. Погиб Николай Майданов 29 января 2000 года в Чечне, где ему была поставлена задача высадить группу спецназа в зону действия ваххабитских боевиков. Однако сразу после высадки стало понятно, что отряд попал в засаду. Под мощный, перекрестный огонь бандитов. Но за сутки перед тем, как уйти в Чечню, у него случилось такое. Я очень хорошо знаком с его женой Татьяной. Она говорит, Николай примерно за сутки до убытия в Чечню задумался и замолчал, что за ним редко бывает. И вот завтра, говорит, ему лететь в 6 часов у них уже отъезд из гарнизона. Он, говорит, в 3 часа ночи просыпается, садится на кровати и говорит, Таня, пойдем сегодня покрестимся. Они были не крещены, оба казахи, и они из Казахстана. И они пошли и покрестились за сутки до ухода в Чечню. И вот когда вот этот момент произошел, то, видимо, в этом был божий промысел и сила Майданова в том, что когда он забирал свой спецназ, в него попадают две пули снайпера. Одна в сердечную сумку, и одна, вторая пуля, перебивает шейные позвонки. И вот в этом мертвом состоянии он еще управлял бортом в течение 15 минут. И когда убедился, что уже все спасены и никому не угрожает опасность, находясь в воздухе, передал ручку управления правому пилоту, и на руках у борттехника в небе умер. За этот подвиг Майданов получил второе звание Героя России. В ночь с 21 на 22 февраля 2000 года российские войска штурмуют Грозный. Чеченские боевики ожесточенно сопротивляются. Штурмовая группа капитана Мэншина в составе 15-го мотострелкового полка вклинилась в район Грозного в Черноречье. Сейчас все, которые мы взяли быстро, зачистили. И тут, вклиниваясь между пятиэтажек, вот так, пятиэтажки стоят, огненная стила нас встретила. Первый этаж. Пулеметчики. Третий этаж снайпера. И пятый этаж расчета погрешных. Такие огненные стены. Штурмовая группа, конечно, залегла. И тут что, делится Штурмовая группа на штурмовые десятки заходят в подъезды и зачищать начинают пятиэтажки. Вот Коль, такой боец у него был, старший, младший сержант Никифоров. Вот он был ведомый в Штурмовой тройке. В Штурмовой тройке делится ведомый ведущий направляющий. Вот. И вот он ведомый был в Штурмовой тройке. И вот они два этажа зачистили, а на третьем этаже он увлекся в атаке. Ну, так бывает, в полубой, увлекся, боец. И вот он отстал, а нужно в контроль держать. В перспективе зрения обязательно каждый из себя, ведомый ведущий направляющий. на третьем этаже тройка. А он на третьем забегает. Ну, как мне... Это как бы простой. Ногой там, чем, вбиваешь дверь, автомат на вскидку, F-ку, чеку выдергиваешь, кидаешь в квартиру, F-ку, она детонирует, кого там ранит, потом заходишь, прострел делаешь и добиваешь. А у него явки закончились для зачисток. Он только выбивает дверь, прострел делает в кухню, очередь с автоматом, и за стену прячется. Раз, ответа нет. Ну, вроде чисто. Он раз, заходит туда, и дверь слева, в комнату. Ну, автомат на вскидку, вот так вот, ногой правой тоже. Я только успел перекреститься, и на лбу вот этот пояс, живой в помощь. Справа, двоскресен Бог, слева, живой в помощь, Севышний, по центру крест. Воскресенье. Вот, в лучах славы. И он влевает дверь, и ногой становится в комнату. То есть, как и вбивает дверь, автомат на вскидку, так и становится в комнату. И рога, а, так, в свою рот открывает, и душа, раз, огневая позиция с окна, поворачивается, и упор, три метра от него до него, три метра, а он целит своему в лицу. Я говорю, только глаза успел закрыть, Иисусову молитву прочитать, и выстрел в очередь, три пули, попадает ему в лоб. И рикошетит. От пояса живой в помощь. Он под действием, вот этой ударной волны, падает на пол. Ведом ведущий, подоспели, душа по ногам, подстрелили, оглушили прикладом, автомат отбросили, раз, Коля подходит. Ну ты че, говорит, разлегся-то, давай нам еще два этажа зачищать. Они говорят, ребят, че у меня с головой? Да че, как крыша у тебя поехала? Они видят, ничего нет, ни краю, ничего. Они говорят, три шишки такие, три шишки. Он расстает, да мне, говорит, это очередь в лоб. Говорит, да кончай-то нам, мулаши тут вешает, пойдем вперед, нам еще, два этажа зачищать. И он нас зачистил, значит, прошла удачно все, мы взяли, к 12 часам черноречия, так удачно, я говорю, у меня два трехсотых только было, два раненых, вот в моей штурмовой группе 250 бойцов. И Коля идет ко мне, или подходит, точнее, ко мне, и говорит, не киршов, он, мастер-седант, и рассказывает мне историю. И я вот вроде, ну, вроде верующий человек, прости, Господи. Я, правда, не знаю, какой-то верующий человек, но тогда я засомневался, что такое может. Ну, это явная просто невероятность. Вот, и я так молча его выслушал, думаю, может, контузило парня просто, и он такой вот бред православный мне пошел. Вот. И он это самое. Я говорю, ну, хорошо. Значит, Калюнь, да, уже вечер был. Завтра, ночью с утра я тебя нахожу, и мы идем в этот пятиэтаж, покашем. А сам мысли про себя рассуждаем. Значит, по закону баллистики пули, когда 5,45 попадает в преграду соприкосновения, если она под углом летит, то она рикошетит 45 градусов и в объекте, куда она рикошетит, она должна оставлять свои следы. То есть, пули там, пули должны остаться. А справа от Коли была стена. Значит, ровно на уровне лба эти три пули в расстоянии несколько сантиметров друг от друга, они веером вот так вот расходятся, они должны быть в стене. Я ему не сказал, а сам подумал об этом. Я был, если он говорит правду, значит, я должен найти эти пули. И вот, поднимаемся, на утро приходим, я такой, нисколько не сомневаюсь в том, что я прав, что он на самом деле в каком-то бриду православном находится. Я такой уверенный, я говорю, Фома, неверующий, прости меня, Господи. До ужаса. Парни, прости меня, Боже, новоседный. И вот, я поднимаюсь, с ним, Коля, говорю, ну этот, значит, ну этот, этаж, квартира эта, да, ну заходи. Где ты стоял? Он, вот эта комната, вот, он, вдруг тебе кровь осталась еще от ног, от раненого чеченца. Вот. И говорит, ты где стоял? Вот, я, говорит, здесь стоял. Я такой молча, веду взгляд с ног, я так молча, с такой у меня, легкомыслие такое, вот, безверие. Я так веду взгляд на уровень лба, и вправо так, на уровень лба, и вправо. И у меня глаза прямо так вот, по пять рублей. Вижу, три пули торчат. И у нее ровно прям на лбу, вот в расстоянии, как пули три метра вылетают, они так вот веером расходятся, и три вот так, три шишки на лбу. И на поясе живые в помощь, три царапинки. Подиспин, присаживайтесь. Присаживайтесь. Вы тоже садитесь. Сейчас, присядем. Ваше имя отчество? Дмитрий Валерьевич. Вы заместитель? Я заместитель командира дивизии, нет, я прямой заместитель, первый заместитель. Строевой? Да, по боевой подготовке. А по воспитателю, вот, полковник Николай Алексеевич. Подтя ваше внимание, хочу предложить выдержку. Выдержку из проповеди славянских просветителей святых раноапостольных Кирилла Мефодия. Вы приняли бесценный дар Святое Православие. Храните его. Если вы остапнете в вере православной, то вас одолеют враги ваши, и вы станете их рабами. Это прежде всего касается народов, принявших заветы христианского и сохранивших их до наших дней. Поэтому слова славянских учителей целенаправленно звучат для великороссов, малороссов и белорусов. Вот кто сегодня является стержнем и оплотом славянства и православия. Православие это не набор определенных молитв, обычаев и преданий. Это еще не все. Православие это царство Божие на земле, о котором сказал Господь апостолом. Оно не сравнимо ни с какими другими духовными состояниями. православие это дух Христов. В России особенное устройство жизни. Режим уклад определенный настрой мышления. По своему менталитету, характеру, быту и психологии русский народ не похож ни на какой другой народ мира. Нашу святую землю исходили и исколесили англичане, французы, немцы. Все были в 17 веке английский путешественник Горсей, автор записок о Московии, писал «Я не знаю, где я был, я там ничего не понял, ибо инославным умом, англиканским, немецким или каким-либо другим, России не поймешь. Ее нужно понимать сердцем, духом и душой. Как и Бога, умом не постигнуть невозможно. Уральские горы или Карпаты, чудный Днепр и Великую Русскую реку Волгу описать можно, а русскую душу невозможно осмыслить. Вот какая мистика в православии». Я как-то расстояние метров 10-12 видел Чайкова в 60-х годах на футбольном матче. Вот мой суровое лицо, безборщик небось. А вот зимой Господь не открыл. Оказывается, когда он формировал свою армию в Тульской области, часто бывал дома, родители были глубоко верующие и дали ему молитву. И он сенер оставался всю войну, хранил где бы вы думали? В партбилете. На Украине, Западную Украину. Немцы раз вычислили радиоперехват и определили место находения его штаба. И так начали работать на штабе. Понимаете, все оказалось не в укрите. Почему-то уже некогда было. Стоял, молился, вот стоя прямо и все. Ливень, огня, пули и все прочее. Некуда было там спасись вообще. Остался жив. И штаб сохранился. Вот так видели. Икона Божьей Матери называется Достойная есть из Ахона. Вы знаете, есть полуостров Греции, где находится православный монастырь. Это центр Мекка православия в Греции. Это оттуда, понимаете, Достойная есть икона. Привезено. Давно уже несколько икон назад. Вот так вот. А для личного состава, чтобы с собой носили. Вы поняли? Это мы раздадим, да? Да, Это раздадим. А те раздадим. А те раздадим. Вы знаете, что? Ни самолет не упадет. Солдат, если это будет читать псалом, если даже парашют не раскроется, живой приземлится, Господь опосадит. Вот так. раздадим. И покоряйте ся яко с нами Бог! Услышите до последних земли яко с нами Бог! Богуще покоряйтесь яко с нами Бог! А чего паки возможите, и паки повежденье водите? И жащий совет совещемайте, разорит Господь. И слова, и жащий возглаголите, не пребудет ва. Я послами Бог, страха же вашего не убоимся, не же смутимся. Я послами Бог, Господа же Бога нашего того посвятим, святой будет наш страх. И упомяя буду на Него, и спасуся их. Я послами Бог, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Я послами Бог, и ныне, и пресной, и вовеки, и веков, аминь. Я послами Бог, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Я послами Бог, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.